Александр Зиборов говорил Александр Зиборов Именно такие умные и увлеченные наукой в 1881 году основали при Петербургском университете астрономическую обсерваторию на Васильевском острове. Свои первые наблюдения астрономы провели осенью 1882 года под руководством Сергея Павловича Глазинапа, создателя Русского астрономического общества. В советское время обсерватория была преобразована в астрономический институт, в который в конце 90-х стал носить имя основателя Ленинградской школы астрофизики, выдающегося университетского ученого профессора Виктора Викторовича Соболева. Сегодня эту загадочную науку здесь изучают студенты астрономического отделения Матмеха из ППГУ. Уникальные и раритетные инструменты тут соседствуют с самыми современными приборами. Например, на этом занятии будущие астрономы проводят исследования с помощью глобальной навигационной спутниковой системы. Она позволяет определять точные координаты звезд и наземных объектов. Она довольно сложная наука, то есть это вещь, в которой есть что не понимать. То есть если физика мне кажется, хотя бы в некоторых местах интуитивно понятна, то от астрономии вообще непонятно, что можно ожидать. И это весьма приятно. Астрономия – это такой предмет, который, наверное, интересен всем людям на Земле, потому что, наверное, еще с древних времен люди хотели узнать, что же там на небесах происходит. И поэтому я очень сильно увлекаюсь и, может быть, хочу связать жизнь с астрономией. Школьники хотят связать свою жизнь не только с астрономией, а еще и с ППГУ. Для победителей и призеров Олимпиады за последние четыре года предусмотрен бонус в виде зачисления без вступительных экзаменов при условии сдачи ЕГЭ по физике минимум на 75 баллов. Нам отмехаться по ПГУ у нас астроном как раз таки. Нам отмехаться по ПГУ. Нам отмехаться по ПГУ, то есть это в Петербурге, как я понимаю, единственное место здесь астрономии, такая ярко выраженная. Соответственно, туда. Награждается Денис Курытин, ученик 10 класса, лицея на 530.